Бисмиллахи ррахмани ррахим. Альхамду лиллах. Вассалату вассаламу аля Расулиллах. У аля алиху асхаби аджма'ин амма аба'ад. Начнём грамматический разбор суры Ат-Такаср. Преумножение. Бисмиллахи ррахмани ррахим. Альхакуму ат-такаср хаттазуртуму альмакабир. Страсть к преумножению увлекает вас, пока вы не посетите могилы. Или увлекает вас настолько, что вы посещаете кладбище могилы. Альха это фиулин махдан, глагол прощадчивого времени. Мабнива аля с сукуни аль макадри аля алифи. С неизменяемым окончанием сукуном над алифом. Почему? Литта адзурли. Из-за невозможности дать огласовку алифу. Кум. Алькаф это дамирун муттасын, слитное местомение. Мабнива аля дамми с неизменяемым окончанием с дамой на конце. Фимахалли наспин на месте падежа насп винительного падежа. Мафулин бихи. Прямое дополнение этого глагола. Глагол альха. Вальмимус сакинут сукунирован на мим на конце. Это алямату джам'альму дакари. Признак множественного числа мужского рода. Мабнива аля с сукуни с неизменяемым окончанием сукуном на конце. Ат-такатору. Это фаалью лфиалил муаххар. Это фааль действующее лицо глагола альха. Который поставлен после прямого дополнения. Баадал мафулин бихи. Марфулин бил фаали. Ат-такатору поставлен глаголом в состоянии раф в именительном падеже. У алямату рафи признак падеже раф в этом имени. Ат-даму тазлахирату аля ахрихи. Явная дама на его конце. Вальфиалим маа фаали. Глагол альха. Со своим фаалим действующим лицом. Сеата жмлетун фаалитун. Глагольное предложение. Ибтида иятун. Начальное предложение. Ла махалля лахаминал и араби. Не имеет места в падеже. Хатта зуртуму лмакабир. Хатта – это харфу айтин в джарин. Харф, обозначающий предел или конец обычно присутствующего ему глагола. В этом случае смысл будет таким, что страсть к преумножению увлекает вас до тех пор, пока вы не посетите могилу. То есть пока вы не умрете. Также хатта здесь – это харфу джарин, предлог родительного падежа. Другие считают, что хатта здесь – это харфу айтин в джарин, то есть преумножение или бахвальство настолько увлекает вас, что вы посещаетесь этой целью даже могилы, проявляя бахвальство даже там. В обоих вариантах хатта – это харфу с неизменяемым окончайным суконом на конце. Зуртум заяра тафиалин мадан – глагол прощедшего времени. Магниван хана айтин с неизменяемым окончайным суконом здесь на конце. В глаголе узуртум – почему литтесалихи бедамиры рафа ил-мутахаррик, так как он присоединен к огласованному местоменю падежа рафа, именительному падежа. Аттау – это дамиры муттасыны, слитное местомене, мабнив айт-дамья с неизменяемым окончанием с дамы на конце, фи махалли рафаин, на месте падежа рафа. Фааль – действующее лицо данного глагола. Валь мимус саакинута суконированным мим на конце – это алямута джам'аль мазакри, признак множественного числа мужского рода. Аль макабир – это мафуалин бихи, прямое дополнение, мансубан бил фаали, поставленный глаголом в состоянии нас в винительный падеж. Валамута и нас бихи, признак падежа нас в этом имени. Аль фатхата злахирату аля ахири, явная фатха на его конце. Валь фаулю маа фаалих – глагол вместе со своим фаалем, действующим лицом, то есть зуртум, все это, джумлетун фаалитун, глагольное предложение. Если мы скажем, что хатта зиз харфатин – союз, то в этом случае джумлету зуртум, предложение зуртум будет маа туфатин аля маа кабляха. Соединено этим харфом с предыдущим предложением, а значит так же как и оно не будет иметь места в падеже. А если же мы скажем, что хатта зиз харфу джарин – предлог родительного падежа, то как мы знаем, он не добавляется к глаголу или предложению. И поэтому те, кто считают, что хатта зиз харфу джарин, говорят, что между этим харфом, между харфом хатта и предложением зуртум имеется скрытый харфон мастарюн, то есть ан. Частица ан, которая превращает этот глагол, то есть со своим фаалем в мастар, являющимся мудафом. Мудаф или фаалем, то есть зияротикум, то есть до посещения вами могилы. В этом случае отдельно взятое предложение зуртум не имеет то же место в падеже. Ла махалля лахаминал-иараби, так как оно, как предаток, вместе с частицей ан превращается в мастар, рассматривается как одно целое, как мастар. Имя действия. Значит, ан-зуртум, как одно имя, как одно целое, будет в махалле джарин бихатта, на месте падежа жар, посредством харфа хатта. Валь-джар, вал-маджрур, харф хатта, и поставленное им на месте падежа жар ан-зуртум, с этому та'аллюк мил фаали, альха, то есть состоит в смысле связи с глаголом альха. То есть это увлекание продолжается до посещения вами могил. Конечно, варианты разбора, где хатта выступает как харфатф, союз намного легче, чем вариант, где хатта считается харфу джар, предлогом родительного падежа.